Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня вновь у нас в гостях человек очень интересный, который своей профессии посвятил практически всю свою жизнь. Игорь Абрамович Тамчук, полковник запаса, заслуженный спасатель России, советник начальника государственного казенного учреждения Московской области Мособлпошспас. С 1978 года он служит и работает в подразделениях гражданской обороны и МЧС России в Московской области. Ну и еще, среди прочего, важный такой элемент его профессиональной жизни – это ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС, награжден Орденом за военные заслуги и медалью за спасение погибавших. Здравствуйте, Игорь Абрамович! Здравия желаю! Мы рады вас видеть. И действительно, вы такой, знаете, вот мне кажется, и должен быть, наверное, таким человеком спасатель. Он не может быть там на 5 лет, на 10, он как бы на всю жизнь. Вот. Вы прошли, как говорится, в данном случае огонь и воду, это практически так прямо и звучит. Но мы сегодня прежде всего говорим о том, что 30 апреля отмечается День пожарной охраны. Всю нашу жизнь, когда мы существуем в гражданской жизни, в любой, огонь, он всегда где-то рядом, да, огонь, потому что он, ну, символ, в общем-то, жизни. С другой стороны, небезопасное обращение приводит к летальным иногда последствиям. Однозначно. Вот скажите, напомните нашим телезрителям, вы-то как пошли, как стали спасателем? Я, ну, как же по заветам родителей, у меня отец военный, прошел три войны, финскую, немецкую, японскую, дед воевал за Россию. И, естественно, отец очень хотел, чтобы я был военным. Мама была категорически против, хотел, чтобы я был музыкантом, хотя я в музыкальной школе учился, но, тем не менее, я поступил в Московское военное училище гражданской обороны СССР в 1969 году. И в 1972 году я его закончил с красным дипломом. И попал в войска гражданской обороны, конкретно в Ногинский полк, который сегодня это Ногинский спасательный центр МЧС России, самый крупный центр в нашей стране, который даже за рубежом очень хорошо известен. А потом в 1978 году был приведен уже в структуру гражданской обороны Московской области, потом эта структура стала МЧС Московской области. И вот уже 20, почти 19 лет в структуре МОСОВЛ ПОЖСПАСА. Это региональная противопожарно-спасательная служба, очень важный элемент, который решает очень многие задачи по спасению жизни, здоровья жителей Московской области в борьбе с пожарами, в борьбе с другими стихийными бедствиями. Их сейчас предостаточно. Мы видим это, да. Это и взрывы зданий, это автопроисшествия, это и люди попадают в раздети, в колодцы, там животные попадают. Бывает, просто вызывают спасателей. Вот сегодня с такой ситуацией столкнулись. Вот пожилой человек один живет дома, ему много лет, он не ходячий, он падает с кровати. И он или кто-то, соседи тоже поднять не могут, они тоже пожилые люди. Куда звонят? Звонят 112, те вызывают спасателей, спасатели приезжают, иногда по пути скорую вызывают, чтобы этого больного поднять. То же самое, вот мы, и это у нас записано в функциях, что транспортировка, эвакуация пораженных. Иногда звонит скорая помощь, там приехали две девочки, как тростиночки, а больной 110 килограмм. Оно никак, они его не поднимают? Ну, конечно, водители, скорые тоже, он не может от машин отойти, потому что там все дорогое, оборудование, все. Вызывают спасатели, приезжают спасатели, у нас и свои носилки есть, и ребята, как бы... Ну, то есть, есть уже даже такие наработанные схемы. Даже такие ситуации. Ну, а основная, конечно, задача, это спасение жизни людей там, где есть прямая угроза жизни. То есть, это пожары, это вот как сейчас в Орске, в Оренбурге, это наводнение. Техногенные катастрофы. Да, техногенные катастрофы, теракты. Вот в Крокусе наши ребята работали очень с первого момента. Наша часть, 310-й, в числе первых, прибыла для ликвидации возгорания в Крокус-Сити-Холле. Вот. Ну и очень много других ситуаций. А вот сразу такой вопрос, ну, для наших телезрителей. Есть МЧС? Вы, получается, входите в структуру МЧС или это немножко разные вещи? Я вам расскажу, абсолютно не разные. Дело все в том, что мы работаем под оперативным управлением МЧС России. Но в таких областях, как Московская, тех подразделений МЧС, которые есть, федеральные, их катастрофически не хватает. И для того, чтобы зона прикрытия полная была, решением, это была рекомендация МЧС России, правительства, региональные органы власти создали региональные пожарно-спасательные службы. То есть сегодня наши подразделения практически стоят в части МЧС, допустим, вот я был много лет начальником управления в Ногинске. В Ногинском районе стояло всего три пожарные части МЧС. В самом Ногинске, в Черноголовке, в Академгородке и в Старой Купавне, потому что там химически опасный объект был. А все остальное успеют, не успеют. И когда было создано МОСОВУ ПОШПАС, сразу было развернуто восемь дополнительно пожарно-спасательных частей. Создан спасательный отряд, которые были созданы по решению губернатора Московской области. И мы вошли в единую систему спасения. Общее руководство осуществляет Главное управление МЧС России по Московской области. Наше государственное казенное учреждение тоже подчиняется Главному управлению гражданской защиты уже в правительстве Московской области. Но работы по спасению, по тушению пожаров общий руководство осуществляет МЧС. Поэтому мы никогда не делили кому что. И всегда на одном пожаре работают и федеральные подразделения, и наш МОСОВУ ПОШПАС. Сегодня спасатели только в наших структурах есть. Хотя все аттестованы на спасателей. А вот имеется в виду, эта разница между пожарным и спасателем, это немножко разные вещи? Каждый своим занимается? Вы понимаете, сегодня практически, ну, за рубежом так, там все пожарные и спасатели. И у нас к этому пришли. У нас все пожарные проходят аттестацию на спасателей. И сегодня, это даже записано в нормативном акте, что в пожарной части должно быть не менее 75% аттестованных спасателей. То есть, чтобы они могли оказать первую медицинскую помощь, чтобы они могли провести разведку, чтобы они могли работать в средствах индивидуальной защиты, чтобы они могли какие-то работы выполнять, которые, допустим, нет возгорания. И там нет рядом спасателей. Приехали из пожарной части, чтобы они могли ребенка вытащить из колодца. Чтобы могли на ДТП вскрыть дверь, оказать помощь пострадавшим или дать возможность медикам работать. То есть, это такая универсализация идет. Просто человек, помимо своей основной специальности, он в состоянии и эти специальности использовать в своей работе. Но вернемся, напомню, что 30 апреля отмечается день пожарной охраны. И на сегодняшний день, какова ситуация? Насколько уменьшилось? Потому что пожар, это такая история, тут как бы же, если мы не говорим, ну, всякое же, наверное, в жизни бывает о специальных поджогах, а говорим вот о бытовых пользователях. Увеличилось число бытовых пожаров? Уменьшилось? Или цифра примерно такая же? Вы знаете, я вам скажу так, есть такая старая мудрая истина. Как только появился огонь, с тех времен пошли пожары. И, естественно, понадобилась необходимость их тушить. Наша российская, потом советская, опять российская пожарная охрана, это одна из сильнейших структур в мире. Ну, не потому что мы огромная страна, а потому что опыт большой. Наша страна, это огромные запасы лесов. Это большое количество городов, сельских поселений. Газ, опять же. И, да, и вот к тому же, мы с вами знаем, что до 1956 года даже Москва была на торфе. Не было газа. Газ пришел в Москву в 1956 году. Ну, может, чуть поразить. Но тоже, когда пришел газ, это не улучшило ситуацию пожаров. Но, тем не менее, шли разработки торфяников. Были осушены огромные болота. И все это создало потом почву для торфяных пожаров. Ведь болота были осушены. Торф сколько выбрали, где-то до конца выбрали, где-то не до конца. И потом, значит, на этих бывших торфах... Да, отдали очень много садоводам эти бывшие торфы разработки. Но они так же горят, как и без садоводов. Ну, и мы понимаем, что погода меняется в последнее время. Конечно, климат меняется. Ни весны, ни осени, а сразу либо зима, либо лето. Это не секрет. Да, климат идет, потепление климата. И мы иногда даже видим, что нарушены все, так сказать, божественные принципы. 14 октября должен быть снежок пойти, а его нет. Тепло. До декабря. А помните, были до января, это 90-е годы, до января не было снега. А если и был потом, то такое, что... Да, и он быстренько сошел, да. В этом году вот со снегом, конечно, обилие снега было, с одной стороны. С другой стороны... Весны не было лета. Природа свое взяла. Да. Снег растаял, начал топить. Ну, слава богу, Московской области прошло практически, ну, по сравнению даже с менее снежными годами, в общем-то, более-менее нормально. Но мы ждем, что обещают нам очень невероятное лето. И вот, возвращаясь к разговору о Торфе, да, есть шанс, что это повторит год, когда мы ходили тут и задыхались. Дышали, да, дышали. Есть такая опасность? Вы знаете, ну, наша метеослужба прогнозирует, что лето жаркое. Так. Лето жаркое. Но, тем не менее, уже вот губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев провел очень серьезное совещание по подготовке пожароопасному сезону. Вот так вот. И 1 апреля он уже начался. Начался 1 апреля в Московской области пожароопасный сезон. То есть... Длится он до какого времени? Он длится до тех пор, пока не будет поставления губернатора. Он где-то заканчивается в начале ноября. Ноября даже. Да, в начале ноября. А так, может быть, введен еще особый противопожарный режим. Но это тогда, когда начинаются палы, когда начинается угроза, особенно сельским населенным пунктам. Потому что сегодня, как бы, города, они более защищены от этих пожаров лесных, терфяных. Хотя от дыма страдают все. Но у нас очень много сельских населенных пунктов, которые расположены вблизи лесов. У нас огромное количество в Московской области садовых, дачных кооперативов, которые в том числе размещены и на лесных полянах, и на бывших торфоразработках, и на бывших сахозных полях, и все равно подходят к лесам. Как говорится, кто к спичку бросит. Да, и, к сожалению, я не удивлю ни вас, ни телезрителей, что 98% пожара происходит по вине человека. По вине человека. Даже если он бросил стекляшку, и солнышко через нее подожгло тор, все равно виноват человек. И он даже не знает, откуда. Не бросай стекло. Не бросай непогашенную окурок, не бросай непогашенную спичку. Вот мудрое решение, если вы обратили внимание, я вот часто езжу по Московской области, вдоль всех федеральных трасс лес отодвинули от прежней части на очень хорошее расстояние. Подальше, да. Почему? Потому что были пробки, не были, все равно они есть. И вот стоят в этих пробках, курят. И прямо в окошко. И прямо в окошко эти окурки полетели. И я помню, сколько лет я был в Ногинске, начальником управления. Я рано, утром очень ехал. Я уже звонил на 01 диспетчера ЦПС. Вы знаете, еду, вот Молинский поворот проехал, из леса дым. Срочно давайте лесхозу там или Купаинской части, потому что сейчас упустим, а утром еще роса как-то хочется. А как они добираются-то через эти пробки? Или это вертолеты им уже? Нет, сегодня, конечно, вопрос это очень сложный. Очень сложный. Потому что, к сожалению, вот я обращаюсь сегодня к водителям, но если вы видите машину с маяками, неважно какая это машина, скорую помощь. Пропускают. В первую очередь скорую помощь пропускать. Пожарных, спасателей надо уступать дорогу. А порой видишь совсем другую картину. Присципиально они уступают. Да, стоит такой, знаете, огромный джип, даже не шевельнется. Многие водители вправо начинают брать, а это нет, даже двигаться не хочет. Понимаете? А сегодня пожарные машины большие, это КамАЗы, Урала. Вот, им, конечно... Ну, понятно. Сейчас давайте сделаем здесь небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях Игорь Абрамович Тамчук, полковник запаса, который знает все о пожарной охране, служит верой и правдой этой работе. И не только этой, начинал он еще с гражданской обороны, как мы сегодня выяснили. Вот, сделаем небольшую паузу и продолжим, потому что действительно тема очень серьезная. И во второй части я еще хочу вспомнить одну апрельскую дату. Как мы помним с вами, в 1986 году случился Чернобыль. Вы были ликвидатором, участником этих событий. И там тоже, собственно говоря, пожарные сыграли невероятную роль. И были, наверное, одними тоже из первых и погибших, и первых, кто спасал эту ситуацию. Ну, сейчас сделаем паузу и вернемся в студию. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». Игорь Абрамович Тамчук, полковник запаса, заслуженный спасатель России, советник начальника государственного казенного учреждения Московской области Мособлпошспас, находится здесь у нас в студии. 30 апреля отмечается день пожарной охраны Российской Федерации. Но остановились мы на поведении, скажем так, водителей в лесной загородной, так сказать, зоне, где у нас стоит, кстати, масса всевозможных плакатов еще со времен Советского Союза по поводу того, что будьте осторожны с огнем. Но я хотел бы вернуться в город, потому что все-таки Московская область и города, которые находятся рядом с Москвой, для многих эти города места для жизни людей, которые возвращаются из города, я имею в виду из Москвы, в какие-то либо поселения, либо в городские округа, а либо, как вы правильно сказали, многие живут прямо на дачах. Очень много. Вот. И есть вообще статистика по огню, если говорить бытовая статистика, именно пожары вот этих домов, она увеличилась или она все время, она примерно на одном и том же уровне? Вы знаете, тут ни плюсы, ни минусы, в общем-то. Хотя есть определенные в городах, в новых городах, в новых постройках, конечно, там значительное уменьшение. Почему? Во-первых, в этих домах сегодня делаются многие дома, вот особенно в Московской серии, где проходная лоджия есть для эвакуации людей, для спасения людей. Потом дома оборудуются системами пожаротушения. Изначально как бы. Да, это рукава на этажах, то есть это облегчает работу пожарным. Ну и самое главное, мы считаем, я, например, считаю, что вот те дома, где электрические плиты, они меньше горят. Потому что те дома, где газ, там причин много. Вот недавно, в прошлом году, мы похоронили нашего коллегу-спасателя, погиб при спасении женщин, но, к сожалению, там взрыв газа произошел. Сразу снесло несколько квартир, обрушилось несколько этажей. Вот сделала там, не будем говорить, по вине одного человека произошло. Забыл выключить, скипел чайник, залил, допустим, воду, создалась газо-воздушная смесь, а это очень страшная вещь. Происходит объемный взрыв, который рвет все. И вот эти бетонные плиты не выдержали, и все полетело вниз. Сегодня во всех высотных домах, а в основном высотная застройка, там электрическая плита. Электрические плиты. Это менее опасно. Менее опасно, хотя пожары тоже бывают. Бывает, потому что не выполняют элементарные правила. Вот написано, что нельзя тушить на линии каких-то электрических нагревателях. Нельзя вешать там рядом для просушки. Обязательно при уходе надо выключать их, потому что все равно это источник огня, правильно? То же самое и в старых постройках сегодня. Хотя есть отдельные случаи, когда люди набивают квартиры каким-то хламом, там собирают, и из-за этого происходит пожар, страдает весь подъезд. Бывают люди живут с низкой социальной ответственностью, которая просто по своей структуре поведения является источником пожара. Заснул в нетрезанном виде сигареты. Вот вам пожар. То есть это по-прежнему работает? Да, это бывает. Самое страшное – гибнут дети. Гибнут дети. А вот цифры, к сожалению, летальных этих исходов, они тоже примерно одинаковые? Есть определенные уменьшения. Уменьшения есть определенные. Но вот, к сожалению, дети чаще гибнут в сельской местности. И в садово-дачных кооперативах. Даже так? В частных домах. Опять же, это связано с нарушением элементарных правил пожарной безопасности. Я выступал на разных каналах, программах, всегда говорю, ну, приехал ты на дачу свою. Ну, первым делом осмотри, если печное отопление, ну, посмотри эту трубу, там замазать глинкой щелки надо. Если у тебя электрическое отопление, посмотри, пройди пальцем по проводу, проведи, не треснул нигде, не лопнул. Бывает, провода от мороза, от старости, может, еще, там, дедушка построил, эту проводку сделал, отец не поменял, теперь молодые приехали, привезли вот такие обогреватели, вот такую технику электрическую. А проводок там, будем так говорить, с сталинских времен, он не выдерживает этой нагрузки тока, нагревается, воспламеняется, вот вам пожар. Вот, поэтому очень много делают и наши работники, посещают и садовые товарищества, те караулы, в зоне которых есть и садовое товарищество, мы развозим листовки, мы встречаемся с председателями и с дачниками и рассказываем элементарные правила пожарной охраны. Теперь вот наше управление, воспитательная работа и СМИ провело большую работу, у нас есть листовки очень хорошие, мы эти листовки выдали и пожарно спасать в Садово-Товарищеской кооперативы, у них есть доски документации, там, где встретились с садоводами, прямо им в руки даем, чего нельзя делать на даче. Вот прямо ему написано, что ветер поднялся, мусор в бочке ни в какой же еще нельзя, потому что ветер выдал этот мусор, он полетел к соседу под крышу, вот вам пожар. Мы говорим о том, что нельзя садовольских товариществ никакие петарды запускать, потому что все крыши деревянные там, ну-ка сейчас, конечно... Да, это новогодняя, да, наверное, такая проблема. Да и летом тоже привозят, дни рождения празднуют. Ну, дни рождения, да, да. Да, вот, и очень многие вопросы наши ребята рассказывают. Ну, кроме того, есть такой еще орган федеральный, это надзор, надзорный орган. Раньше он назывался Госпожный надзор, сейчас называется надзорный орган. Это те, которые ходят и говорят, вот здесь у вас нет того, того... Да, они сегодня могут... штрафы очень большие. Вот, я как бы посмотрел, штрафы там... Можно озвучить, если есть. До полтора миллиона. Интересно, почему? Потому что вот даже после последних событий, да, в Куракус-Сити-Холл, там тоже идет обсуждение по поводу того, из каких было материалов сделано, и так до конца пока неясно. Это серьезно, очень вопрос. Расследование идет. Больной, да, пока идет следствие. Ну, понятно, что я вот просто как специалист вам говорю, что большинство людей там погибло от угара. От угара погибло. Погибло. То есть, значит, горело что-то все-таки не так, как было запланировано. Понимаете, комплекс, горел там комплекс веществ, которые волей-неволей выделяли, то есть, это и, видимо, обивка кресел какая-то, и обивка стен какая-то. Все вместе просто сложилось. Да, я вот был участник ликвидации, давно это было, но было, участник ликвидации пожаров в гостинице «Россия». Да. Вот. Вы знаете, там не сработала система пожаротушения. Тогда строили финны, так это было все строго, но она не сработала. Не сработала. В результате большинство людей погибло от продуктов горения. Такое таинство. Там очень много людей было за это дело наказано и так далее. И мы там, я как раз служил в гражданской обороне, Ногинский полк гражданской обороны первым прибыл туда, и мы даже успели еще живых вывести людей. Помогали пожарным. Мы тогда пожарные Москвы тушили, а три полка гражданской обороны приехали для того, чтобы помогать, потому что нужны были руки. Кто-то уже пострадал, кого-то надо было вынести. Сегодня пожары немножко другие. Вот то, что произошло, я не могу говорить, потому что там работают очень серьезные... Да, пока нет результата. Да, экспертизы проводят. Но продукты горения, даже если это были экологически чистые материалы при горении, все равно не выделяет самый тяжелый газ, угарный. Угарный газ здоровому человеку достаточно 2-3 минуты. им подышать, он теряет сознание, и потом погибает. Какой бы ты крепкий ни был, потому что прекращается подача кислорода. В крови нет кислорода, все, человек гибнет. Ну, давайте к штрафам вернемся. Все-таки они существуют, если система не будет работать. И я понимаю, что периодически эти штрафы как-то меняются. Вы понимаете, вот я сейчас хочу назвать, просто чтобы люди услышали, потому что думают, да, там 500 рублей, а там 200 рублей, 300 рублей. Вот сегодня, даже после того, как с 1 апреля 2024 года на территории области начался пожароопасный сезон, ну, тут написано, что запрещается, мы говорили, запрещено, так сказать, открытый огонь запрещен, бросать спички, окурки, оставлять горячую залу, там даже у себя мангалы. Но если начнется особый пожароопасный период, вообще огонь нельзя разводить. Даже, да. Да, потому что если особый пожароопасный период, режим, это о чем говорит? О том, что угроза возгорания очень великая. Все, что вокруг нас высохло, испарилась вода. Все готово к пожару, что называется. Все готово к пожару, только спичка. Вот смотрите, значит, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, в сельской местности и так далее, на граждан, согласно части 1 статьи 8.32 Кодекса административных правонарушений, предусмотрена ответственность в виде штрафа. А именно, на граждан в размере от 15 тысяч до 30 тысяч, на должностных лиц от 30 до 50 тысяч, на юридических от 100 до 400. Но если этот пожар нанес ущерб, и не дай бог погибли люди, тут все меняется. Все меняется. Тут на юридических лиц до 1 миллиона. А, нет, вот, значит, если причина тяжкий вред здоровью человека, это самые большие штрафы. Это на граждан до 60 тысяч рублей, на должностных лиц до 100 тысяч, на юридических от миллионов до 2 миллионов рублей. Ну, стоит задуматься. И вот, хотелось бы небольшую историческую, что ли, страничку еще сделать, потому что все-таки день пожарной охраны, а мы прекрасно помним, что пожарные стали, наверное, первыми участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной станции. Вы тоже участвовали в этом процессе. Вот прошло много времени. 38 лет. Да, мы к 40-летию уже приближаемся. Сегодня 38-я годовщина, 26 апреля была. Вот скажите, пожалуйста, какие у вас воспоминания, и удалось тогда все-таки... Ну, мы же по-прежнему ощущаем, что Чернобыль-то он есть. Конечно. И надо ли об этом помнить, или можно расслабиться? Об этом надо помнить всегда, потому что вот сегодня я не хочу эту больную тему трогать, но вот сегодня пример, Запорожская, самая крупнейшая в Европе атомная станция. Ну, вы видите, что там происходит. То есть, если не дай бог, то... Там все есть, там все на ней, на этой станции, там ничего ее не разрядили, не сняли, она просто не работает. Ее вывели из горячего режима, с одной стороны. С другой стороны, когда произошло на Чернобыльской атомной станции, 26 апреля в час ночи, тоже опять рука человека. Был проведен неправильный эксперимент. Нарушенный ряд серьезных правил, которые нельзя было... Которые были. Да, были правила проведения этого эксперимента, но... Где-то что-то как-то... Все навозь было запущено, в результате произошло перегрев реактора, произошло искривление вот этих гнезд, в которых находились теплоудивляющие элементы, произошел взрыв, а там образуется большое выделение водорода, и началось горение графитовых стержней, выброс этих заряженных элементов из твелов, элементов радиоактивных веществ, и таким образом была загрязнена огромная территория, 900 квадратных километров, 30-километровая Чернобыльская зона. В этой зоне за период с 1986 по 1990 год отработали 600 тысяч человек ликвидаторов. Это практически... Ну, там и ученые работали, и специалисты атомной энергетики, но основная работа была на военных. Я хотел бы пожелать всем чернобыльцам, всем участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, всем пожарным поздравить с наступающим праздником пожарной охраны, а чернобыльцам пожелать доброго здоровья. Вы сделали великое дело, мы тогда защитили всю Европу от этой аварии, всю Европу защитили, которая сегодня, к сожалению, сильно неблагодарна нам за все. Но, тем не менее, свой долг чернобыльцы выполнили. С честью, очень много было награждено, к сожалению, очень многих уже нет. Но, тем не менее, это была проверка на прочность нашей системы, она сработала. Люди готовились к работе в условиях радиоактивного заражения, и опыт получили определенный. Ну, и сегодня, как мы видим, пожарная охрана тоже готова. Напомню, 30 апреля день пожарной охраны отмечается, и впереди у нас серьезный летний сезон. Спасибо, что еще раз напомнили всем нашим телезрителям, что нужно быть очень внимательными. Игорь Абрамович Тамчук, заслуженный спасатель России, советник начальника государственного казенного учреждения Московской области Мособлпошспас. Вас также с праздником. Спасибо. Вам удачи. И до встречи в эфире. Спасибо. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»